Дню мобильных телефонов сегодня посвящен наш эфир. Без этого гаджета невероятно жить. Мы уже не представляем жизни без него. Но есть ведь место, где телефон лучше из сумочки даже не доставать. Например, это кинозал. И вот, кстати, о кино. Да, у нас появился первый фильм в сопровождении живой музыки. Его покажут в Челябинске. Любителям... Почему мы говорим таким тонком? Неординарного кино. Покажут картину. Да, который называется «Иннаут». Формат для зрителей абсолютно новый. Создатели называют его киноконцертом. Пока на экране будут показывать фильм, транслировать его. Его будут под аккомпанемент режиссера, собственно говоря. И будет показано. На фастической гитаре. Абсолютно верно. Я этот режиссер у нас сегодня в гостях. Именно он играет, между прочим, нам режиссер и продюсер фильма «Иннаут» Альфред Генгер. Да, здравствуйте. Альфред, доброе утро. Спасибо вам огромное. Вот прям сразу сначала. Музыка потрясающая. Музыка потрясающая. Музыка потрясающая. Расскажите, пожалуйста, ну это ведь действительно какой-то уникальный формат. Как это, когда человек смотрит на картинку и что-то еще происходит? И живой звук идет. Да, живой звук и кино, которое мы сами сняли на голливудские камеры Red, которые у нас уникальны вообще в нашем регионе. Спасибо Славу Мотову за это. Уникальна еще в чем? Как вы видите, у меня абсолютно белая гитара, но она была черная. Так. Да. Мы сделали это для того, чтобы наша гитара ожила на сцене. То есть в момент концерта, киноконцерта, на эту гитару будет проецироваться проекция с проектора. Некий такой 3D-мэппинг или маппинг, как его везде принято называть. Вот. Этот процесс проекции делает уникальным концерт. С одной стороны. То есть у нас, получается, два экрана на сцене. Один, который проецирует фильм, достаточно такой, ну там все понятно. Широкий, который будут видеть все. Да, который все будут видеть. А на гитару у нас проецируется абстрактная проекция. То есть поскольку фильм ин-аут, вход-выход, прогуляться внутри себя. Но где-то можно прогуляться, увидев себя, а где-то вот эта абстракция, что у нас, в принципе, в подсознании заложено. А сколько по времени будет идти фильм? По времени у нас фильм получился 66 минут. То есть в пределах часа, да? Да, в пределах часа. Как вообще такая идея пришла, такая задумка, чтобы соединить фильм все-таки и живой звук? Ну вот как у Ньютона упало яблоко, так и у меня... Гитара упала. Нет, у меня упал проектор на гитару. Я только подумал, а почему бы изображение не проецировать на гитару? Есть люди, которые проецируют там на квадрат, там на машины, на здания. Ну новая фишка сейчас, торт выкатывают, например, на день рождения. А там уже фотографии людей. Да-да-да, вот такой же смысл, только на гитару. Ну а у меня тогда такой вопрос, хватит ли одной гитары? Ведь это все-таки будет кинозал, это будет большое количество людей, это будет кино, это все-таки все формат большой. Нет, ну и нет, что-то хватит. Гитара одна, может, нужно было все-таки взять оркестр как-то, или здесь вот именно вот это внутреннее. А это потом. Ага, то есть есть дальше задумки? Есть, конечно, само собой, у нас очень далеко идущие планы. Мы хотели бы развивать дальше формат киноконцерта и уже подключать сюда, ну, может быть, не сразу оркестр, сначала квартет, потом, может быть, какой-то бэнд к этому квартету, потом уже оркестр, ну и так далее. А потом и Адик Абдурахманов. Да-да-да, классика. А с ним мы уже запланировали такой проект осенью. Отлично. Можно вас попросить еще немножко поиграть? Маэстро, сыграйся нам. Мы будем проецировать информацию о концерте, в основном. Хорошо. Уговорили. Я еще вопрос один хотела задать. Вы наверняка где-то уже попробовали такой мини-формат или нет? Пробовали. Да? Ну, буквально три минутки. Да, мы делали это на топ-50 от журнала «Собаки». Вот. И после концерта, ну, вот этого трехминутного, я прошелся, ну, дальше в зал, и две девушки плакали. Что? Им просто не дали топ-50. А вы не вручили как бы награду, они настроились, понятно, это нормально. Ну, ладно. Давайте вспомним и заглянем в себя. Маэстро, прошу вас, фрагмент из киноконцерта услышим мы сейчас? Да, вы его уже услышали на своем мобильном телефоне, поэтому... Ну, как будто что. А вы всегда импровизируете или нет? Нет, у меня запланировано 12 композиций, из которых две будут моего собственного сочинения. Это будет как оригинальный саундтрек. А другие 10 – это произведения великих композиторов классических. Вот, поэтому... Все, давайте будем играть. Маэстро, просим. Хотим слушать. Итак, друзья, пока маэстро играет нам красивую музыку, мы же напомним, что премьера состоится 2 и 3 декабря. Правильно? Так, 2 и 3 декабря. Да, премьерный показ состоится в галерее Венеция на улице Сфильнига, 81. Ах. Да, мы напомним, что у нас сегодня в гостях режиссер и продюсер фильма «Ин Аут», что переводится «Вход-выход», то есть нужно заглянуть в себя. Это Альфред Генгер. Он приглашает абсолютно всех на свой киноконцерт. А мы можем запечатлеть сегодня это все на телефон, потому что, собственно говоря, именно этой теме и посвящен наш эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!